Семенной картофель, выведенный на Люберецкой земле учеными Федерального исследовательского центра имени Лорха, не только вкусный, но и урожайный. Поэтому много лет пользуется спросом у ведущих российских институтов сельского хозяйства. Подробнее расскажем в сюжете. Основная задача в институте – создание новых сортов. Благодаря ученым-селекционерам за сто лет здесь вывели более сотни видов картофеля с повышенной урожайностью, высокими вкусовыми качествами, а также устойчивостью к вредным организмам и неблагоприятным факторам окружающей среды. Мы создаем с каждым разом более урожайные сорта, более устойчивые сорта, которые необходимы фермерам. А фермеры всегда задают нам определенную планку. Те проблемы, с которыми встречаются фермеры, мы пытаемся их решить, создаем для них новые технологии и дальше их внедряем в производство. Прежде чем попасть в государственный реестр, новый сорт проходит испытания в гидропонной лаборатории. Проверяют реакцию растений к питательной среде, цвету, температуре и другим климатическим факторам. Нововведение одного сорта уходит до 15 лет. Дальше еще необходимо будет его тиражировать, а это также занимает около 8-10 лет, чтобы уже сельхозтоваропроизводители узнали об этом сорте и этот сорт был востребован в производстве. Чтобы создать новые методы в области селекции семеноводства, ученые работают над генетикой картофеля, разрабатывают новые технологии его возделывания и хранения. В Федеральном исследовательском центре имени Лорха этим занимаются более 250 сотрудников. В их числе 15 докторов наук и 47 кандидатов. Все, что есть в этом институте, все, что наработано за эти годы, это очень серьезный интеллектуальный потенциал. Это, конечно же, в первую очередь это люди. Люди, кадры решают все. Желаю коллективу института, конечно же, вывести еще новые уникальные сорта, которые будут обеспечивать и безопасность нашей страны, и, конечно же, будут нравиться нашим потребителям. Центр Лорха идет в ногу со временем и динамично развивается. Несколько недавно выведенных сортов картофеля вновь получили признание предприятий, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции в стране. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.